Ростов сегодня это начало весеннего призыва и плетения маскировочных сетей для спецоперации. Это работа в зоне СВО доктора-добровольца и встреча студентов с военкором Фадеевым, снявшим документальное кино о луганских бойцах-призраках и штурме Мариуполя. А также личный прием главы администрации и перспективы строительства школ в Левенцовском. Ростов сегодня это сокрушивший аутсайдера футбольный Ростов после незабитого пенальти и удаления. А еще это закрепление на втором месте гонбольного Ростов-Дона разгромом Астраханочки и теплая пасмурность за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня» ее ведущий Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Около 5000 призывников из Ростовской области и 147 тысяч в целом таковы плановые цифры весеннего призыва 2023. Он стартовал, как обычно, с началом апреля и продлится, опять же, как положено, до середины лета. Тесты на ковид уже не понадобятся, а вот прививка от пневмококовой инфекции будет обязательной. Об этом рассказали сегодня на посвященной призыву пресс-конференции. Призыву на военную службу также подлежат граждане России от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. А это значит, что увеличения призывного возраста в этот весенний призыв еще не будет. Он пройдет в обычные сроки. Стартовал 1 апреля, завершится 15 июля. Минобороны заверила, новобранцы-срочники не попадут на службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Из Ростовской области нужно призвать около пяти тысяч человек, примерно как и в прошлом году. В 2022 году в ходе призыва 462 юноши-казака были направлены в соединение воинской части, комплектуемой членами казачьих обществ. Осенью 2022 года призвано 180 юношей-казаков, а в предстоящую призывную кампанию 2023 года на военную службу с территории Ростовской области мы планируем отправить или призвать 189 юношей-казаков. Также у нас будет отправлено 15 лучших наших граждан для прохождения службы в президентском полку комендатуры Московского Кремля. Более 500 человек появятся подготовленные по войне учетные специальности. Те, кто занимался в ДСААФ, прошли подготовку к призыву и сдают экзамены для отправки в вооруженные силы в качестве водителей, но тоже вне зоны спецоперации. Никуда они не будут направлены, потому что это на контроле находится различных органов военной прокуратуры и различных военных органов управления. Потому что в воинской части, которая сейчас находится, диссоцируется на территории Ростовской области, водителям есть, где служить и выполнять задачи. Ситуация с коронавирусом в нашей области спокойная, поэтому тестировать призывников перед отправкой на службу не будут. Никаких плановых карантинов, только по необходимости. Но при прибытии на сборный пункт граждане, у которых будут подозрения на простудные заболевания, пройдут экспресс-тест за счет Министерства обороны. Но обязательная вакцинация все-таки будет не от ковида, а от пневмококовой инфекции. На это губернатор выделил 24 миллиона рублей. Данные о вакцинации внесут в личные дела призывников. Инна Билан, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Волонтеры помогают спецоперации чем могут. Шьют балаклавы, вяжут носки и делают окопные свечи и открытки. А с приходом весны начали плести и отправлять на передовую маскировочные сети. Это продолжение акции взаимопомощи «Мы вместе». Наша съемочная группа проследила за процессом и научилась отличать сети из Батайска и из Ольгинской. Природа, она непредсказуема, не может быть одинакова. Поэтому в сетке, чтобы она была маскировочной, мы тоже применяем разные способы плетения. Вот в руках у меня такой своеобразный паучок. Когда он завязывается на сетку, он напоминает травку, либо листу. Способ плетения маскировочной сети у каждого волонтера свой. Что-то подсмотрели в интернете, что-то придумали сами. Импровизация и разнообразие цветов и тканей делают сеть уникальной. Двух одинаковых точно не встретишь. Домохозяйка Виктория Адишария просит не называть ее волонтером. Она просто неравнодушный человек. А сплетенная ей Батайская группа неравнодушных заканчивает уже третью сеть. Люди собираются, людей очень много, желающих очень много. Очень хорошие, добрые, порядочные люди, которые идут, которые предлагают свои руки, помощь. У нас много очень пенсионеров, которым очень тяжело работать, у которых ручки не справляются. Но они идут, они помогают, они берут на дом работу. Найти батайских волонтеров можно в Центре инновационных технологий «Технопарк». А в Ольгинской сети раскинули в ДК. Здесь мужчины взяли на себя самую сложную работу – подготовку. Они же отвозят готовую маскировку на передовую вместе с гумпомощью, собирают которую всей станицей. Мы держим связь с ребятами, они нам ставят в известность, какая необходима им либо продукция, либо что-то там по бытовым вопросам. Ребятам нужно абсолютно все – и сварочный аппарат, и бензопилы, которыми они там пилят, дрова отапливают свои места проживания, так сказать. И автономные отопители, которые работают от дизельного топлива, тоже покупали, отвозили. У Ольгинских волонтеров свой способ плетения. Основы показали опытные коллеги, остальное дофантазировали сами. Здесь и ткани другие, и нарезка отличается. Нарезаем в шахматном порядке, потом на сеть наносим рисунок, контуры, и начинаем проплетать. Елена Кондрашова работает здесь же, в ДК, так что после трудового дня далеко идти не приходится. Остальные подтягиваются к вечеру и плетут допоздна. На одну сеть уходит 2-3 дня. В маскировку ольгинские волонтеры вплелись неделю назад, а до того делали окобные свечи, вязали носки и мастерили открытки. Волонтеры ДОНа активно включилась в помощь всеми мобилизованных. На сегодняшний день волонтеры нуждают психологическую, юридическую, бытовую помощь. Ходят за продуктами в магазинах, ходят в аптеку за лекарствами, также помогают детям выполнять уроки, сидят с детьми. И очень много различной помощи, которая сейчас требуется нашим всеми мобилизованных. Организацией такой помощи занимаются муниципальные штабы. Волонтеры уже обработали 2700 заявок от семей военнослужащих. «Возвращайтесь домой, мальчики!» Анастасия Мартынова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Главврач Новочеркасской БСМП Борис Гуркин отправился врачом-добровольцем в зону СВО и стал работать в больнице Луганска в ходе гуманитарной миссии «Единая Россия». Интересно, что своим примером он вдохновил нескольких коллег, и те к нему присоединились. В зоне спецоперации главврач БСМП Новочеркаска Борис Гуркин не впервые. В августе травматолог две недели помогал в Луганской больнице как простым жителям, так и военнослужащим. С самого начала нашей специальной операции я решил для себя, что обязательно должен чем-то помочь и обязательно должен чем-то поучаствовать. И когда начал планировать свою поездку, то я познакомился по линии «Единой России» с депутатом Государственной Думы, врачом-хирургом Хубезовым Дмитрием Анатольевичем. И в составе команды врачей со всей России под его курацией мы поехали в августе на территорию Луганской Народной Республики. А эту поездку доктор Гуркин организовал уже сам. В качестве волонтеров вместе с ним приехали его зам по общим вопросам и травматолог-ортопед. Они будут помогать местным врачам в течение одной-двух недель. Пример большой, конечно, Борис Евгеньевич показал. Подумали с ним вместе, что бы я мог делать. Ну, оказывается, очень много, что можно делать. Он даже не являясь врачом. Очень много работы с больными, что-то поддержать. Привез Борис Гуркин в Луганск и гуманитарный груз. Шовные и перевязочные материалы, медицинские перчатки, металлоконструкции для операции и так далее. В декабре за свой добровольческий труд он удостоен международной премии «Мы вместе», спецноминации «Мы вместе с Россией». На полученный грант планируют развивать движение врачей-волонтеров. Мне очень было приятно, конечно, увидеть двух ребят, которые получили очень серьезные ранения, конечностей в результате боевых действий, взрывов. И нам удалось им сохранить их руки, ноги. Мне было приятно их увидеть на этапе награждения. Сейчас, в нашу, теперешнюю, настоящую поездку, мне очень хотелось бы их увидеть. Как и в первый свой выезд, доктор Гуркин проводит травматологические и хирургические операции. Говорит, люди приходят и с бытовыми травмами, но много пациентов с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. Когда пациенты начали поступать с минно-взрывными травмами, то лечебное учреждение перешло на круглосуточный режим работы по оказанию помощи данной категории пациентов. Волонтерское движение, поверьте, сыграло колоссальную роль, как в становлении нашего лечебного учреждения, так и для оказания помощи пациентам. В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях в ходе гуманитарной миссии «Единой России» уже отработали 420 медиков. Еще 230 врачей приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф. И эта работа продолжится, пока будет необходима. Призраки, солдаты забытой войны и у края бездны битва за Мариуполь. Снявший эти фильмы военный корреспондент и режиссер-документалист Максим Фадеев встретился со студентами Ростовского экономического университета. Цель этой встречи – поговорить с будущими коллегами о том, как нужно снимать документальное кино о войне. Максим Фадеев снимает события в Донбассе уже 9 лет. А сейчас приехал в Ростов рассказать будущим коллегам о работе прифронтового журналиста и о том, как снимать хорошее кино о войне. Многие люди в России вообще не понимают, зачем было нужно СОО, что там случилось, почему русские воюют с русскими, украинцы воюют с украинцами. Эта ситуация на самом деле очень сильно отличается, условно говоря, 22-й от 18-го и 23-й от 22-го. То есть сейчас идет совсем другая уже война. То есть прошел год, но война идет совсем другая. Документальный фильм Максима Фадеева «Призраки. Солдаты забытой войны» вышел в прокат в прошлом году. Он посвящен 14-му батальону территориальной обороны ЛНР. Военная документалистика реальная, сухая, без пафоса и прикрас. Детство у меня крадет война. Вот ради них мы не имеем права не сделать ни шаг назад, не бросить оружие, не повернуться спиной. Еще один документальный фильм Максима Фадеева «У края бездны. Битва за Мариуполь». Два месяца штурмовая группа «Воробья» из батальона «Сомали» зачищала дом за домом, улицу за улицей, вытесняя численно превосходящего противника «Казовстали». Вместе с сомалийцами на острии атак этот путь прошел и военкор, став хроникером трагедий и побед. Я как раз сейчас из Донецка приехал, разговаривал, так скажем, с ребятами, которые остались еще живы после штурма Мариуполя. Ребята, те, с кем я провел в Мариуполе месяц, штурмовая группа, да, то есть они говорят, что тот ад, который в фильме есть, ад штурма города, такого никогда не было на территории Европы после Великой Отечественной войны. Но они говорят, это была легкая прогулка по сравнению с тем, что и сейчас вокруг Донецка происходит. Документалку о войне снимать сложно, иногда очень больно, рассказывает Максим Фадеев. Больно морально, из-за постоянных прощаний со своими героями. У меня, как и главные герои погибали, так и, ну вот я вчера, например, ночью плакал, потому что я узнал, что еще очередной парень, ну, не один, то есть погиб. То есть ты думаешь, вот-вот, монтируешь фильм, да, там он рассказывает про ребенка, который скоро у него родится, а потом оказывается, что все, его больше нет, и нет подавляющего большинства этих парней, которых я снимал. Я думаю, что, ну, все-таки Великую Отечественную войну, да, все люди вставали, брали за оружие и шли, они отдавали свой долг Родине, потому что Родина позвала. И я считаю, что все-таки наше население, да, наши мужчины, они тоже, также Родина сейчас зовет, и мы все должны защитить нашу Родину, также должны встать и идти по зову сердца. Инна Билан, Роман Корх, Первый Ростовский. Для желающих заключить контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы теперь есть специальный короткий номер 117. Звонок бесплатный, номер работает 24 на 7, без перерывов. В нашей области по поручению правительства эта линия совмещена со службой 122. Есть возможность переадресации вызова на ее операторов и на контакт с Центром национального центра управления обороной России. Был такой случай, когда звонил уже человек старше 60 лет и просил заключить контракт. То есть он хотел помочь своим детям, внукам защитить Родину. Также эта служба будет давать консультацию для граждан по вопросам мер социальной поддержки военнослужащих, выплат, льгот, в том числе и для родственников мобилизованных, чтобы найти связь со своими родными и близкими, которые находятся в зоне специальной военной операции. Мы организовали работу 10 операторов этой службы. При необходимости операторов на линии 117 может быть больше с привлечением волонтеров. Снос аварийного дома и выплата компенсации при расселении. Остановочный комплекс ЖК «50-летие Победы» и квартира ребенку-сироте. С такими вопросами пришли ростовчане на личный прием главы администрации города и по каждому принято положительное решение. Светлане Коробовой в январе исполнилось 18. Она учится в колледже, живет с бабушкой с 19-го года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А значит, имеет право на получение жилья. Прояснить ситуацию девушка пришла на прием к главе администрации города. Я знаю то, что мне положена квартира. Мне интересно, где она будет находиться и сколько квадратных метров мне положено. Предлагается жилое помещение 33 метра и средства выделяются исходя из 33 метров. Общая стоимость жилья составляет 3-4 миллиона рублей. Значит, по итогам электронного аукциона мы планируем 7 апреля уже заключить муниципальный контракт. Речь идет о вторичном жиле, то есть это новый дом, но уже дом построенный, зарегистрировано право быть на квартиру, она будет с ремонтом. Квартира в жилом районе Цивуровский, я сейчас думаю, что у вас тоже есть. У нас есть фотографии. Вы еще дом в своем будущем не видели? Нет. Надо бы показать фотографии. Вот в этом доме у вас квартира 33 метра. Отдельная, изолированная, абсолютно новая квартира, где никто не проживал. Решен вопрос пенсионерки Ольги Юриковой. Она живет в аварийном доме на улице Красных Зорь, построенном еще в год Октябрьской революции. Аварийным его признали в 2020-м. Из областного и местного бюджетов выделены деньги на его расселение. Идешь по Соборному, очень красиво. Идешь по Халтуринскому, все очень красиво. Ужасно, не нервничайте. До конца апреля вы деньги получите в полном объеме. Спасибо. Да. Вы, пожалуйста, Толеговна, с тем учетом, что дома разрушается, на всю фотографию, делайте на него, наверное, все-таки уже противные документации. С вопросом по сносу аварийного дома номер 114 на Станиславского к главе администрации обратилась Татьяна Войтова. Здание тоже 1917 года постройки. Женщина живет по соседству и боится обрушения. В настоящее время у нас на ПСД деньги выделены на февральской думе. Мы первый раз их разыграли, к сожалению, не состоялись торги, не вышел никто на участники. Мы сейчас выставили еще раз играть. У нас дума будет в августе. Мы выделили деньги на снос этого здания. Играть в сентябрь-октябрь отыграетесь, и в октябрь-ноябрь это дом снесет. Там работа, в общем-то, на две недели. Жильцы дома под Таганрогской обратились с просьбой установить остановочный комплекс ЖК «50-летие Победы». Алексей Лагвиненко заверил, в декабре дума выделила средства на монтаж семи остановочных комплексов в Октябрьском районе, в том числе по этому адресу. Когда мы поставим? У нас контракт заключен уже. Все процедуры проведены. До 1 июня этот остановочный комплекс будет стоять. Но это максимальный срок. Хорошо. Гассер тоже слышали, да? То есть до 1 июня комплекс поставят. Единственная просьба во вторник. Заедите мне, покажите какой-то будет свой комплекс, как он будет выглядеть. А жители углового переулка в Первомайском районе попросили отремонтировать часть Конституционной улицы – 565 метров грунтовки. Глава администрации сообщил, почти 16 миллионов рублей на это уже выделено. До 1 сентября дорогу заасфальтируют, сделают тротуары и подходы к домам. Алина Николаева, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Будущим первоклассникам, которым не хватило места в 115-й школе, предложили походить в три другие, пока в Левенцовском не достроят два новых учебных заведения. А в следующем году учеников левенцовских классов в таком же составе вместе с классными руководителями переведут в новые школы. С 1 апреля в Ростове начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Но школа номер 115 в Левенцовском перестала принимать новых учеников в первый же день подачи документов. Из-за этого учебного заведения образовалась большая очередь родителей. Городской администрации пояснили, всех желающих 115-я школа вместить просто физически не может. С 1 сентября там будет 7 первых классов. А для остальных первоклассник принято решение сформировать так называемые левенцовские первые классы в 117, 112 и 103 школах. Это крупные образовательные комплексы, которые сегодня готовы на своей базе создать левенцовские классы. С учетом того, что в данном микрорайоне идет строительство двух крупных образовательных объектов, строительство которых будет завершено в декабре этого года, созданные классы на базе этих трех школ будут переведены после ввода данных объектов в эксплуатацию уже непосредственно в новые школы. Сейчас в Левенцовском строятся две школы в пятом микрорайоне на 1100 мест и в шестом на 1275. Как утверждает замдиректора по строительству управления капитального строительства, ежедневно на этих объектах работают 100 человек. Строительство общих школ ведется в соответствии с графиками производства работ. Процент готовности ориентировочно составляет 50% на сегодняшний день. В связи с наступлением благоприятных погодных условий, темпы строительства планируется наращивать. И завершение строительства школ запланировано до конца текущего года. В новые школы левенцовские первые классы перейдут в таком же составе и с теми же классными руководителями. Поэтому их комплектование будет вестись с учетом расположения двух школ новостроек. Екатерина Лободина, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Казачьи игры, фестивали, тематические выставки и конкурсы. Больше полутора тысяч событий, 86 из которых регионального масштаба пройдут в Ростовской области в год Атамана Матвея Платова. А именно таким объявлен 2023. Старт году Платова дан 16 января. Его проведение говорили на заседании оргкомитета. И на весь год запланированы научные конференции, культурные программы в музеях, патриотические и военно-спортивные мероприятия, переиздание монографии и многое другое. Это должны быть интересные, живые мероприятия, которые привлекают и молодежь, и старшее поколение, которые носят хороший патриотический характер, которые наполнены историческими фактами. Все должно быть проведено, еще раз повторяю, на очень высоком качественном уровне. Самым масштабным и зрелищным станет конный переход донских казаков, повторяющий путь возвращения Атамана с войском из Парижа по России. Этот переход будет в августе от станицы Казанской до Новочеркасска. О жизни Матвея Платова будут рассказывать специальные образовательные и туристические маршруты. Стартовал уникальный интерактивный проект «Дон в эпоху Платова» на портале «Донские архивы» и в соцсетях. Ежедневно выкладываются связанные с Атаманом документы. 4 апреля в Ростовском историческом парке «Россия. Моя история» откроется интерактивная выставка «История и культура донских казаков», посвященная 270-летней годовщине со дня рождения Платова. В шести тематических залах с помощью мультимедийного оборудования будут представлены его биографии, боевой путь, а также элементы истории и культуры донского казачества. Узнать больше о культуре, традициях, законах и найти новых друзей – таковы главные цели интеллектуальной игры «Дружба о народах». Участниками этой викторины стали несколько десятков иностранцев, поступивших в ростовские вузы. Как расшифровывается МВД России? Вопрос, на который не ответят разве что ребенок или недавно приехавший иностранец. Интеллектуальную игру-викторину «Дружбу народов» для трех десятков студентов ростовских вузов из Ирака, Сирии, Ливана, Китая и не только устроили по проекту «Приключения иностранцев в России». Мы решили сделать адаптационное и коммуникационное мероприятие для иностранных студентов из пяти вузов ростовских – это ДГТУ, ЮФУ, РАНХИКС, РОСГМУ и РИНХ. Ребята из разных стран, из 14. Была идея их всех познакомить, подружить, чтобы они узнали, как учиться в разных вузах. Дельназа учится на подготовительном факультете в медицинском. В сентябре должна поступить на первый курс. В Ростов приехала всего несколько месяцев назад из Туркменистана. Я хочу познакомиться с другими людьми, общаться, узнать побольше о России. Недавно был праздник Масленицы, я очень много узнала о Масленице, праздники, что это очень веселый праздник, интересный праздник. Мне понравилась атмосфера, люди доброжелательные, всегда рады помочь, если нужна помощь. Медиком хочет стать и Абдул. Он приехал из Афганистана. Сейчас старательно учит русский язык и заводит новое знакомство. В этом программе мы участвовали, потому что мы очень интересуемся познакомиться с иностранными студентами или народами, или познакомиться с русской культурой или с другими иностранными культурами. И мы надеемся, что пришло успешно. Многие из иностранных студентов возвращаются на родину с дипломами и добиваются успехов. Выпускник Ринха 2010 года, например, стал директором Высшей школы бизнеса Университета Замбии. И до сих пор поддерживает связь с преподавателями. В целом у нас обучается где-то 5% от общей численности иностранных студентов. Причем представляют они совершенно разные регионы. Когда они проходят адаптационный период, они проявляют себя очень хорошо. Они зачастую очень сильно мотивированы. Они стараются проявлять, показывать себя с самой лучшей стороны. Эта викторина поможет иностранцам узнать о российских традициях, обычаях, законах, чтобы жизнь здесь была понятнее и интереснее. Команда, набравшая больше баллов, пойдет в музей ИЗО. Дмитрий Сумской, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Дон решил тряхнуть стариной и удивить ростовчан и гостей города. Река так разлилась, что включила в свой состав базу отдыха. Лавочки и столы стали частью подводного царства. Наш корреспондент Юлия Карасюк наблюдала за разливом Дона через интернет и сейчас расскажет, что еще удивило или развеселило ростовчан в сети. Еще горожане недовольны ямами на дороге в Кумжи, восхищены актерским талантом воришки, укравшего свежители воздуха и радуются тому, что перекресток с 18 светофорами в Левенцовке наконец-то заработал. Такого в наших краях не видели давно. Аномальный мартовский снегопад стал причиной половодья. Дон вышел из берегов рядом с Ростовом и затопил базу отдыха. Хорошо, что немного снега выпало, а то так можно и весь Ростов затопить, радуются в комментариях. А более подкованные добавляют, таяние снега тут ни при чем. Это из-за низовки больше вода пошла, ветер с порывами сильными был, снег тут точно не виноват. В любом случае, выглядит это все эпично. Вместе со снегом, как обычно, растаяли некоторые дороги. Обстановка на дороге возле Кумжинской рощи. Полотно, как после бомбежки, пишет автолюбитель. Другие рекомендуют даже не ездить в ту сторону. А как же на работу добираться, пишут возмущенные непрошенным советом. Отметилась в комментариях и городская администрация, пообещав включить проблемный участок в план ремонтных работ. Самая дерзкая кража выходных случилась на авторынке на Малиновского. Мужчина украл три освежителя для авто по 350 рублей каждый. На видео момент кражи первого город должен знать своих героев, сообщает автор этих кадров. Воришка дождался, пока все отвернутся, сунул руку в коробку со звежителями и переместил их в карман. Умело сыграно, восхищаются каменным лицом мужчины в комментариях и добавляют. Странное поведение, выглядит же вроде бы прилично. Дерзость просто зашкаливает. Подытожили обсуждение, видавшие всякое ростовчане. Это все-таки случилось. 18 светофоров на легендарном перекрестке в Левенцовском заработали. Несколько лет они были просто героями мемов и стояли без дела. В тумане будет красотища, пишут романтики. А те, кто уже проехал по перекрестку, признаются, чуть голову не сломали, пока разобрались, как и куда ехать. А мне на этом все. Передаю слово. Спасибо, Юля, мы переходим к спорту. Спортивных новостей сегодня много и в большинстве своем они хорошие. Хотя и тянут только на второе место. Вторые сейчас и футболисты, и гандболистки. Но все относительно. Для гандбола это не очень, а для футбола просто чудесно. Послушаем спортивного обозревателя Марину Черных. Да, после паузы на игры сборная возобновился чемпионат страны по футболу. И Ростов продолжил побеждать и отрываться от преследователей. Так совпало, что наш клуб два последних тура играл с двумя худшими на сегодня командами РПЛ. Сначала были предпоследние химки и вот безусловный аутсайдер Торпедо. Новый тренер – гарантированная победа. Такую испанскую спортивную поговорку вспомнил Валерий Карпин перед матчем с Торпедо. Этот московский клуб, ровно сидящий на самом дне таблицы, снова сменил тренера. Но поговорка не сработала. Ростов начал мощно, атаки доводятся до ударов, но игроки как будто соревнуются, кто точнее попадет во вратаря. В середине первотайма Камличенко, как обычно, получил право на пенальти, но Полос пробил плохо и Бабурину не забил. А тут еще Глебов получил прямую красную карточку. Спас ситуацию Лангович. Его красавец удар в девятку уводит нас в раздевалку лидерами. А практически сразу после перерыва чудо-гол забил Чернов ударом из Батайска. Правда, Торпедо быстро один гол отыграло, но не больше. Ростов победил 2-1 и закрепился на втором месте, опережая Спартак на три очка. Дальше у нас кубковый матч. В Краснодаре это будет в четверг. Чтобы гарантировать себе второе место в регулярном чемпионате, гандболисткам Ростов-Дона надо было обыграть дома Астраханочку. Игра далась не сразу, но результат получился красивым. Евгений Трифилов возглавит Ростов-Дон. Так мощно начали подготовку к матчу с Астраханочкой в штабе нашего клуба 1 апреля. А на следующий день уже, кроме шуток, гарантировали себе второе место перед плей-офф. Что исключает встречу с ЦСКА до финала. Хотя начиналась игра с главным конкурентом. За это самое второе место тяжко. При счете 5-5, отрезок с шестой по девятую минуты, наши девушки проигрывают 0-3. И до перерыва безуспешно пытаются соперниц догнать. Вот вроде бы перелом. Моногарова дважды подряд поражает пустые ворота. Но Астраханки держатся и держат дистанцию. Бросок с Таценко на последних секундах точен. Но времени на него не хватило. Гол не засчитан. Уступаем 17-19. Как видно из счета, ростовчанки вполне достаточно забивают. Но с защитой беда. Но после перерыва ситуация кардинально меняется. Стартуем 4-1. И уже у нас преимущество в 2-3 мяча. У нас произошел переломный момент. Но, скорее всего, мы сами в этом виноваты. В плане того, что мы допустили большое количество ненужных потерь. Мы сами знаем, что и Полина Кузнецова, и Юлия Моногарова опытные игроки. Естественно, они такое не прощают. И сделали задел в своей команде. И поэтому это только наша ошибка и наша вина. На последние 10 минут наши, наконец, забетонировали ворота. И пропустили за это время всего один гол. А забросили целых 8. И такая боевая игра завершилась нашей разгромной победой 39-31. Как после сказал наш тренер, видимо, сработала ротация. Нашли оптимальный состав. Второй тайм он был более похож на тот Ростов, который был, который заведен, который убегающий, который сражающийся, который на эмоциях, который победитель. Кстати, наши девушки шутку про Трифилова на сайте и в соцсетях не заметили. Так что тренировались спокойно. В коррективе, на самом деле, как-то не затронулась эта тема. Наверное, просто не все увидели и не заметили. Не было такого бурного обсуждения, наверное. До плей-офф у нас остался один ничего не значащий матч в Москве с ЦСКА 21 апреля. Баскетболистки Пересвета и ФУД-2 сыграли первый матч плей-офф высшей лиги. Но вышли-то наши девушки на победителя регулярного сезона пензенскую юность. И молодежь против опытной юности не потянула. Разница команд видна сразу. Одна наша высокая против четырех пензенских. Уступаем и в габаритах, и в возрасте. Большинству нашего состава нет и 18-ти. А у юности взрослые девушки 20-25 лет. Можно сказать, дети против атлетичных, опытных игроков. Недаром пенза заняла первое место в регулярном чемпионате высшей лиги. Конкурировать с ней ростовчанкам, вышедшим в плей-офф после победы в окружном первенстве и отборе с двумя слабейшими командами вышки удается только первую половину четверти. Дальше четыре минуты не забиваем и отпускаем соперниц. Ко второй четверти отстаем всего на шесть очков, но к большому перерыву на табло уже 19-40. Бой было сложно, потому что это игроки более опытнее нас за счет возраста тоже. У нас высоких игроков не так много, у нас полтора центровых в команде. И у них они высокие, они массивные, они бегущие. И поэтому было очень сложно внутри побороться в краске за счет того, что игроки высокие. У нас за матч ни одной трешки. У них залетело 11. Отставание растет с каждой минутой. Долгие провалы дают гостьям делать все, что хотят. Вот с сиреной мяч залетает в кольцо с середины площадки. И третий отрезок. Пересвет ЮФУ-2 заканчивает с ужасающими минус 31. Травмированная Вика Яковлева, одна из немногих здесь с опытом игры в премьер-лиге, призналась с трибуны смотреть на это тяжело. Уже все зажило, у меня был перелом, пятая плюс с ними кости, уже все хорошо. Уже восстанавливаюсь. Ну, очень тяжело сидеть, конечно, на скамейке. Хочется уже играть, конечно же. Последний отрезок прошел по накатанной, добавив разницы поражения ростовчанок 45-89. Но это вполне ожидаемо подвела итог тренер Ольга Орлова. Такие игры для девочек, которым теперь выходить из дюбла, пока больше для опыта. Класс эфирника хороший. Надеялись, что, может быть, чуть-чуть покусаемся. Местами покусались. Ну, наверное, это задачей была. Хотелось бы, наверное, чуть поменьше разрыв. Но пока так. 8 апреля в Пензе ответная встреча четвертьфинала. Кто пройдет дальше, решит сумма набранных очков. Точнее, уже решила. Марина Черных, Первый Ростовский. Солнечными и теплыми были первые апрельские выходные. Так апрель пытался загладить вину марта за глупый снегопад. Загладил и все. Новая неделя началась пасмурно и даже дождливо. А какой она будет дальше, попробует угадать пальцем в тучное небо наш метеокор Иван Полехин. Да, ростовчане, согласитесь, что стабильной погоды у нас в городе не назовешь. На прошлой неделе снегопады, на это обещают дожди. А тем, чьи суставы болезненно реагируют на такие перемены, поможет медицинский аппарат Алмак+. Артроз, остеохондроз, невралгия. Не просто слова. Решение есть. Алмак+, для лечения спины и суставов. Алмак+, по сниженной цене. В аптеках «Будь здоров» и сети магазинов «Медтехника». Ростовчане, всех от души приветствую и поздравляю. Да, сегодня весь мир отмечает день поиска радуги. Вот такой есть немножко, не знаю, может быть, для некоторых странный праздник. Ну, праздник-то праздником, а когда мы чаще всего можем видеть радугу, наблюдать радугу? Ну, конечно же, после дождя. Ну, несмотря на то, что сегодня небо пасмурное в Ростове, могу утверждать, что поиск ее в городе не увенчается сегодня успехом. Вряд ли будет сильный дождь, после которой можно будет это атмосферное явление наблюдать. А найдем ли мы радугу завтра, расскажу буквально через несколько секунд. Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня ночью и завтра днем радугу можно будет увидеть, разве что нарисовав ее. В темное время суток на термометрах плюс 11 и почти безоблачно. А во вторник на 7 градусов теплее, почти жара. Облака и тучи будут появляться над городом лишь периодически. Дождя из них не ожидается. И ветер свирепствовать не будет. Скорость перемещения воздуха всего 3 метра в секунду. В общем, нас ждет вторник, приятный во всех отношениях. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация, контакты на сайте. А в студии были Дмитрий Сумской и Мария Филинкова. До встречи завтра. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин